Приветствую всех! Предлагаю сначала заслушать небольшую запись беседы, записанной в Перми 30.05.2019. Городские власти провели круглый стол по обсуждению вопросов размещения нестационарных торговых объектов. То есть это касается непосредственно людей, занятых малым бизнесом. На этом круглом столе некий Сторожев Геннадий Андреевич, вот эта физиономия, это депутат от партии КПРФ, еще старой советской закваски, продолжают отпортить жизнь населению. Он высказался по поводу того, что малый бизнес должен выполнять условия, которые ему поставит администрация и государство, что выхода у них другого нет, а если они не согласны, они могут просто валить из страны. Потому что ему, Геннадию Андреевичу Сторожеву, малые бизнесмены не нужны. Я просто не скажу ничего о участии banyak. Принципы размещения НТО, насколько я впорсюду, домы городской, устояли в судах, всех уровней. И ничего другого не остается, как администрации самым пришелским образом проводить их жизнь, а предприятиям бизнеса их выполнять. Если послушать то, что бизнесмены и представители здесь сказали, я не вижу абсолютно никакого пути эту проблему решать. Какие-то, я не знаю, примеры, киоски, палатки, уважение к бизнесу, к малому, моратории, набор, потом еще набор, потом еще набор. Когда-то нужно проблему решать. Да, это связано, так сказать, с определенными и даже большими натальными доступами для бизнеса. Не нравится, не тянете, так уходите. Чего пугать за нас? Переехать, пожалуйста. Переезжайте, пожалуйста. Или выполняйте. Или выполняйте. Почему вы считаете, что во всем прав только бизнес? Да ничего подобного. Значит, не будет малого бизнеса, где он сократится. У нас есть федеральная. Тогда не рассчитывайте, а поддержку малого бизнеса. Федеральные инструменты торговли. Федеральная торговля есть. И дело через себя, что вы? И ее надо развивать. И пихотаж, и сняли, например, друг друга, значит, ее надо развивать. Не нужно брать власть за город со стороны малого бизнеса. Вот мы такие, так сказать, требуем участия, требуем, значит, это самое. А где нет? А без этого обучить не можно, не уедем. Ну и взять, мне бы не нужно. Ну а теперь для ударенных, кто по-прежнему поддерживает КПРФ или считает, что вот этот чувак, сидящий, кстати, посмотрите, на стене, где крупными буквами написано «Идеи», «Закон», «Бизнес», «Экономика». Но он, видимо, эти слова вообще никогда в своей жизни не слышал, кроме слова «власть». Так вот, для тех, кто поддерживает мнение господина Сторожева, следующая информация. Одна из ведущих экономик в Европе, естественно, это экономика Германии, в ней малый и средний бизнес является фундаментом всей экономической машины. В Германии существует почти 3,5 миллиона мелких и средних фирм. В них занято 70% всего работающего населения. Вопреки устоявшемуся стереотипу, что якобы немецкая экономика – это автомобильные гиганты типа BMW и Mercedes, химические и металлургические концерны, на самом деле они не являются локомотивом мощной немецкой экономики, на самом деле локомотив – это малый и средний бизнес. Именно такие фирмы и фирмочки составляют 99,7% всех коммерческих предприятий ФРГ. В совокупном соотношении волового продукта Германии этот вклад составляет 46,7%. В абсолютных цифрах это 3,4 миллиона предприятий, 20 миллионов занятых и 1,360 миллион осваивающих каждый год сферу малого бизнеса. Сейчас доля мелких предприятий в три раза больше, чем это было в 70-х годах. Но Министерство экономики Германии считает, что это еще недостаточно. По инициативе Министерства в Штутгарте создано отдельно общефедеральное агентство, которое специализируется только на помощи малому бизнесу. Туда можно всегда обратиться, если у вас есть новая идея и вам, например, нужен стартовый капитал. Более того, там сидят консультанты и люди, которые разработают любой ваш бизнес-проект и в первые три года будут помогать на льготных условиях для того, чтобы ваш бизнес не только стартовал, но и обязательно стабилизировался на рынке. Самые мощные усилия сейчас ФРГ – это поддержка ремесленной сферы. То есть то, что фактически отходит на второй план. Солидная часть экономики страны – это почти миллион мастерских, в среднем по пять занятых на каждый. То есть такой небольшой семейный бизнес или бизнес, где заняты 2-3 человека. Суммарный годовой оборот их свыше 490 миллиардов евро. В прошлом году в Германии принялись закон, позволяющий списывать с налогов значительную часть платы за услугу ремесленников. Это дало возможность потребителям прибегать к легальным услугам сантехников, маляров, электриков. И это стимулировало людей не бояться открывать свои малые предприятия, когда буквально один человек – это и есть одна фирма зарегистрированная. И он может работать на льготных условиях. Сам работник и сам себе шеф. Существует список ремесленных профессий, где 94 специальности ремесленные. Из них 53 освободили даже от специального экзамена для получения квалификации и лицензии. Достаточно иметь только опыт работы, даже в качестве подмастерия у любого рабочего. То есть как это выглядит? Человек устраивается к электрику, получает год или два опыт работы и стаж. Все, он может самостоятельно открываться, как самостоятельное предприятие, малый бизнес и заниматься своей работой. То есть государство идет на все возможные уловки, чтобы малый бизнес продолжал существовать. А в России какой-то староперт, вообще не понимающий, о чем он говорит, предлагает бизнесменам не только наступать на собственное горло, а просто исчезнуть из страны. Они молиться на вот этих оставшихся последних должны, а они им говорят так, не хотите, валите, вы мне, вот мне персонально вы не нужны. То, что вы стране нужны, это плевать. Вот эти все парикмахерские, пекари, сантехники, все, кто хоть что-то производит в этой стране, вот этому конкретно чуваку, они нафиг не нужны. Страна, где все перевернуто с ног на голову. Продолжение следует...